Всем привет! Продолжаем изучать реактивный спринг. Видео будет коротким, по крайней мере, я надеюсь. И поэтому я сперва поговорю на немного отвлеченную тему. Зашел я на официальный сайт спринга, на официальный сайт спринга, и вот последним-последним объявлением я увидел, увидел следующее. Для меня это стало, скажем так, небольшой новостью, поскольку я спринг изучаю так же, как и вы, не являюсь гуру, не знаю многих вещей. И что мы видим? Сертификация спринга. Они сертифицируют вас. То есть спринг, это просто огромнейший проект, огромнейший проект, который дорос до такого состояния, когда он уже начинает выдавать некие сертификаты. Некие сертификаты. Итак, зашел я, значит, на эти сертификаты, то есть вот эта основная страничка, и скачал гайд, и экзембриф. Экзембриф. То есть вот основные топики, которые включают в экзамен. То есть контейнер, allopage, gdpc, mvc, security. Вот к текущему моменту мы пока не задели никаким образом, только тестирование. Только тестирование. А все остальное хоть как-то задели. То есть я буду отчасти, отчасти, я к чему этого показываю? Я буду отчасти ориентироваться вот на данный, на данный список, и также я буду ориентироваться вот на текущий, текущий. Так. Здесь список возможных вопросов различных, и вот на этот список буду отчасти ориентироваться теперь. Хотя, хотя большую часть уже материала разобрана. Осталось на самом деле не так много. Самая большая тема это тестирование. Еще большая тема осталась это клауд. Клауд, клауд, клауд. И все, что с этим связано. Но клауд я даже, я не знаю, пока у меня мыслей нет никаких и серьезных намерений разбирать клауд. Все же это уже касается вот конкретно, скажем так, работы. Это даже уже не обучение, это нужно на месте смотреть, где вы будете располагать, как вы будете располагать, насколько у вас большое приложение. А я, поскольку тоже только учусь, вряд ли я вам сильно помогу. Окей. Поэтому мы больше, больше я буду созредотачиваться именно вот на основных топиках. На основных топиках. И, значит, помимо тестирования, по большому счету нам осталось некие, некие вопросы интеграции разобрать. то есть, что я имею в виду, там, типа, типа, пэч камел, возможно, кавку посмотрим, то есть, вот такие вещи. Так. Может быть, может быть, рассмотрим некоторые темы чуть поглубже, но навряд ли. Посмотрим, как пойдет, посмотрим, как пойдет. Ладно, значит, вот имейте в виду, если вы вдруг захотите. О, здесь курс конца семнадцатого года, это значит, значит, все это давно дело существует. Ладно. Также, я вот, тут в конце дается ссылка на документацию, всего 800 страниц. То есть, прочитайте эти 800 страниц, попрактикуйтесь и смело идите, сдавайте. Если, конечно, для вас сертификация вольна. Для меня бумажка, ну, для меня это просто бумажка, хотя, возможно, кто-то ее всерьез воспринимает. Лучше, лучше показать какой-нибудь проект, уже готовый полностью, используя по максимуму различные возможности спринга, нежели, нежели показать какой-то сертификат. Ладно, кто что любит, кто что любит. Так что, имейте в виду, спринг у нас вышел, вышел и уже давно на некий, на некий проуровень. Некий проуровень. Ладно, давайте теперь вернемся к теме. Тема у нас сегодня реактивные веб-сокеты. писать я сегодня с вами в лайф, скажем так, некий лайф-кодинг не буду, поскольку писать-то особо нечего. Реактивные веб-сокеты от обычных веб-сокетов, которые мы уже писали, ну, ничем не отличаются. как вот тайм-лиф у нас мы пишем таким же образом, так и веб-соке. Вот тайм-лиф мы пишем точно таким образом в MVC, да, в MVC, то есть на сорвлят-стеке. Смотри, когда я говорю MVC-стек, это имеется в виду сорвлят-стек. Так вот, когда вот в MVC мы писали тайм-лиф, он ничем не отличался от реактивного тайм-лифа. И здесь, ну, почти то же самое. То есть, когда мы работали с тайм-лифом реактивным, нам поставлялись некие адаптеры. Здесь нам нужно их будет прописать вручную и все. Все-все-все. Так что давайте смотреть. Для начала мы заводим простой контроллер, просто на какой страничке у нас будет, на какой у нас страничке будет веб-сокет. Дальше мы идем описываем класс, класс, который у нас, который у нас, собственно, хендлер, который у нас веб-сокет-хендлер. И здесь, как вы видите, вот, по возвращаемому типу, по возвращаемому типу, это уже намек на реактивность. На реактивность. Здесь нам нужно просто реализовать меда-хендл, который принимает сессию, то есть, это принимает какие-то входящие сообщения, и мы их обрабатываем, мы просто посылаем обратно. У сессии мы берем receive, то есть, то, что мы получили конкретно, и слегка преобразуем, слегка преобразуем. то есть, превращаем сообщение в plain text и заворачиваем в это в text message и отсылаем, и отсылаем. Достаточно простая цепочка. Так. И это, еще раз подскажу, это у нас как паблишер, это у нас моно, это паблишер. Окей, теперь нам нужно как-то это все дело, чтобы у нас работало. Мы создаем отдельный, отдельный файл конфигурации, конфигурации, помечаем configuration и начинаем. Для начала создаем вот наш, вот этот класс как bin, затем, затем нам нужен, нам нужно вот этот, вот этот handle связать, связать с путем, с путем каким-нибудь. например, pong, я связываю pong, то есть у меня будет вот ws, localhost, 8.0, 8.0 и pong, то есть вот я связал, связал. Здесь вот таким вот необычным образом делается, то есть мапа, потом, потом используется simple uray handler, и в него, в него, в него, мы все это дело записываем. Окей. дальше. Ну и возвращаем в наш bin. Дальше, дальше. Чтобы у нас все это дело работало, нам нужен какой-то адаптер, то есть, чтобы вызывалось все это дело. Нам нужен адаптер. Но адаптер нам нужен непростой, нам нужно ему передать специальный WebSocket сервис, поскольку мы работаем с реактивным контекстом, нам нужно понимать реактивные реквесты, нам нужен вот этот адаптеру необходимо передать специальный сервис. Поскольку мы используем Netty, мы его сидим на Netty, мы передаем реактор Netty Request Upgrade Strategy и просто-просто ну, используя конструктор, передаем все, 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 вот так вот очень-очень-очень просто. То есть, описали наш конкретный хендлер WebSocket, потом связали, потом адаптер и адаптеру сказали, что он должен использовать, использовать, чтобы он понимал реактивные наши реквесты, мы ему вот передаем следующий сервис, WebSocket сервис, в котором мы используем реактор Netty Request Strategy. Окей. Последнее, последнее. Нам нужно опять создать страничку, создать страничку. Я просто здесь закопи-пасил из этого, из проекта, из проекта, где мы делали обычные WebSocket. здесь ничего нового не будет, то есть снова создаем объект WebSocket, прописываем путь, описываем возможное поведение, я только два поведения, что происходит при открытии и что происходит при получении сообщения. Окей. Я здесь сразу все в одном месте написал, то есть я связал HTML и JavaScript. Так, как у нас HTML? Вот как это все выглядело. То есть у нас TextArea, вот TextArea, кнопка Ping, мы на нее вешаем события, ну, функцию JavaScript Ping, и снова-снова у нас есть некий контейнер, куда мы складываем наше сообщение. Я здесь немножечко подправил, то, что я отправляю, это у меня помечается Ping, а то, что я получаю, у меня Pong. И я возвращаю то же самое сообщение, то есть сообщение у меня как мячик, сообщение у меня как некий мячик. Окей. Теперь, когда вызывается вот эта функция Ping, когда мы нажимаем на кнопку Ping, на что происходит. Мы достаем значение отсюда, печатаем его вот здесь вот Ping, то есть Action, вот это у нас печатает, и затем мы посылаем его на сервер. И после, после, после мы вот это поле мы приравниваем к нулю. Вот кто знает JavaScript, был бы очень признателен, если бы вы мне объяснили, почему, почему нельзя вот таким образом написать. Я вроде же связал, связал вот с конкретным значением, но вот здесь я запущу таким образом, у меня обнуляться, обнуляться здесь ничего не будет. Не знаю почему, вообще не понимаю почему. Вроде связал, вроде использую. Вары это можно переприсваивать. Почему? Без понятия. Ладно. Дальше, значит, я обновляю и теперь сам как пост. Пост, как обычно, то есть я складываю наш контейнер, но в конце я решил еще добавить вот такую необычную на первый взгляд функцию, но она достаточно простая, я просто проверяю сколько элементов. Если элементам больше восьми, то я просто удаляю первый и у меня скажем так остаются только самые свежие сообщения. Только самые свежие сообщения. А теперь давайте все это запустим и посмотрим как это выглядит в реале. Так. Вот наша 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 мы подняли запустили пишем допустим hello pink сейчас придет pong и удалило сообщение пишем дальше давайте я свои любимые языка свои любимые языки elixir elixir и последние еще парочку java и как вы видите уже первое исчезло первое исчезло и python и python то есть верхний удаляется и в конце мы добавляем когда становится больше восьми элементов вот так работает работает но 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 кстати вот я хотел еще сказать что мы здесь работаем с каждым с каждым клиентом по отдельности у нас у каждого клиента у каждого клиента будет свой список сообщений то есть если я открыл бы в другом в другом welcome вот я в другом открыл здесь это отображаться ничего не будет то есть мы работаем отдельно у нас с каждым с каждым клиентам свое сообщение свое соединение но мы работаем в реактивном режиме в реактивном режиме это важно это важно вот так вот так вот мы можем создать очень очень простое вебсокет общение окей на этом предлагаю сегодня закруглиться изучать изучать спринг изучать реактивный спринг кто хочет тот пускай идет и готовится к сертификации спринг увидимся next time Продолжение следует...